так пошло то у нас опять разрывалась на самом интересном месте вот смотри значит по питеру вот я отслеживал по храмам где какой храм у нас все получается что есть храм юпитера это исаки четко по всем признакам храм солнца храм юпитера среди с большим куполом с золотым то есть там вопросов по нему нет дальше на васильевском острове у нас где военно-морской музей это храм посейдона там опять же есть все атрибуты да там есть растральные колонны признаки посейдона да все перед перед храмом то есть и он всем от кому как бы четко там вопросов по нему нет вот и в том посейдон дальше то что у нас смольный собор да вот смольный монастырь это храм венеры по нему тоже вопросов более-менее нету да то есть понятно атрибутика понятно как он построен цвета отделка все это храм венеры вот и у нас казанский собор это казанской божьей матери я так понимаю что это храм геи перы да то есть это богоматерь да то есть великая перь богоматерь матерь богов то есть он нас получается тоже здесь присутствует то есть мы имеем четыре храма четко по вот этой римской греческо-римской пантеону у нас в питере они есть важно и дальше мы видим что мы эти храмы наблюдаем но вспомнил у нас в севастополе был храм посейдона фотографии помнишь мелькали что разрушены этого полуразрушены там такой же был прямоугольный как бы этот с колоннами как как военно-морской музей в питере севастополь то есть получается здесь тоже присутствует они вот эти храмы они повторяются то есть мы по ним можем видеть что здесь было то вот эта культура античная то что мы называем антично она до какого-то момент здесь существовало и храмы сохранялись и мы видим что у нас даже храма да они есть купольные вот эти храмы своя даже мы были в монастыре здесь вот под екатеринбургом и я четко увидел там стоит храм богородицы там стоит храм юпитера и там еще какой-то у них третий храм стоит он такой вот я его как бы не понял что за структура у него но он больше похож на вот эти храмы которые как сказать то что иудейские вот эти которые потом и делали в христианские синагоги дает это заветный да 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 вот эти ветхозаветные то есть получается тоже храм 3 храма 3 3 богов у них на территории стоит на этом монастыре ну и парами питера четко видно понимаешь его ни с чем не пили и они стоят рядом прошу если у вас как бы монастыря зачем вам три разных храма на одной территории она получается там было три бога да и каждому свой храм и там и третьих общины было в этом монастыре и не поэтому три храма поставили каждый себе а иначе зачем вам ставить их 3 то в одном месте на одном пятачке логично логично и получается что это союз до совместная союз да и то же самое смотри вот я сейчас вспоминаю мы были в этом тройско-сергиевой лавре там тоже стоит несколько церквей вот несколько храмов стоит внутри этого тройско-сергиевой лавры за одним забором за одним этим монастырской стеной внутри стоит тоже три храма там стоит вот это как корабельная церковь где сейчас рабу основной у них собор стоит церковь сошествия святого духа и собственно вот это где мощи лежат серьги 3 вы три храма стоит рядом да вот у меня всегда возникало непонимание зачем а получается что был союз трех богов и вот они три бога и три храма вот это логически обосновано теперь да и мы это видим кстати дальше во многих местах вот опять же миша показывал ведь тверь и этот вот у них кремль и там тоже стоят несколько храмов в мир рядом разных по структуре которые сейчас все выдают за христианские они разные их видно что они разные один стоит такой как их храм юпитера да с купольный второй стоит вот как этот корабельный то есть вот они как бы начинается по ним становится понятно что каждый под свою эту как бы под своего бога под свою эту религию ставил ну как же религию общину это не религи это община то есть религиозная принадлежность принадлежность конкретному бог чем продолжением ты являешься как чьему роду роду какого бога ты принадлежишь то есть он как бы порождает рот и от него дальше идут и они все кто от него порождаются от этого бога они с ним связаны грубо говоря генетически понимаешь и поэтому они с ним связываются что не генетическая связь на чистоту на соответствующую чтобы ментально связываться мысль так вот и приходят некие яхве приходит никто который себя объявляет новым яхве начинает тут мутить воду то есть он он же понимаешь как вот вспомни как то в торе и в этом ветхом завете написано вы меня признаете за бога а я вас делаю главными на земле то есть он с ними заключает вот с этими с этим племенем этого якого да он заключает договор соглашение что они его признают богом а для всех остальных им нет смысла кого-то признавать богом потому что он по факту рождения он для них бог потому что он их создал понимаешь а эти кого-то другого своим богом признают и там это прям четко написано что мы его признали в честь признания мы делаем обрезание да вот в честь этого завета понимаешь как то есть они кого-то другого не того кто их породил а кого-то другого признают теперь как своего вожака понимаешь бы своего главного мари какая борьба то как раз и идет есть бог троицы да а если бог един и ну как бы и догматическое православное условно назовем это господь вот то что у людей вот это господь не бог бог это тот кто родил а господь это тот кто тобой команду понимаешь я к чему виду да я к чему веду трое изначально три племени объединилась или они были вынуждены объединиться для выживания скорее всего возможно что дальше они просто оказались ситуации когда они вынуждены были объединяться я думаю что так и возможно что они изначально это из разных планет потому что помнишь от коля тогда рассказывал что он и когда своих предков при проверял они все сюда прилетели с марса их переселяли сюда с марса понимаешь то есть возможно что они еще и эти вот племена то они еще из разных планет сюда собрались потому что это единственная планета на которой можно было выжить сохранила условия для выживания остальные были уже повреждены настолько что там выжить было невозможно тогда получается что если у нас зодиакальный круг 12 ведь интересно же в зодиакальном круге вот есть созвездие змеи носа она настолько сакральное мистическое что она как бы стоит особняком она в зодиакальном круге не участвуют его нет ну а всех строги опираются на змеи носа как такового вот если мы по вдруг ну предположим что храм 18 лучевой это 18 племен 18 условно говоря созвездий или знаков зодиака тогда 6 6 и 63 шестерки не число дьявола да а полнота того союза и тех племен которые объединились в троицу единочальную единосущную там три грации ведь уже тоже можно сразу подумать венера мараса земля а тоже ведь троица да ну если вспоминать все наши видео да 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 я понимаю про что говорит вот понимаешь 18 опять же я думаю что она тоже не случайно возникает и это скорее всего вот число тех основных планет которые здесь существовали больших планет в этой системе часто у нас осталось меньше часы все по раздолбали машина сейчас сколько 8 основных а вот это откликается вот я опять скажу на уровне ощущений опять прошла энерговолна аж до мурашек то есть это были основные планеты которые здесь в этой системе постепенно создавались а каждая планета это новый бог то есть это 18 богов которые создали свои планеты и соответственно у каждой планеты своя община у каждого бога своя община при свое племя нам на своей планете понимаешь и вот они 18 как бы содружества вот это которое потом было захвачено и тут это все начинал это все долбать и разрушать и я так понимаю что они сами начали долбать разрушать потому что им просто вот это вот внедрили эту паразитарную модель и они стали друг друга хреначить то есть не кто-то сюда прилетел и их долбил снаружи вероятность большая большая вероятность того что верни сейчас третью недостающую часть в общее поле и и вдруг начнется как раз вот это возрождение нашей планетарной системы как птицы феникс кто они вот даже у рериха вспоминаем до прошлый год алтай рериха все наши инсайты которые были там в музее рериха по троице да ну на знамени мира на знамени мира это символ и символизм кругом этой троицы кругом символизм троицы но видим 12 апостолов видим 12 знаков зодиака где еще шесть да кстати ты прав получается что у нас часть от отвалилась и она где-то еще не ну как бы не не вернулась то есть у нас только 12 получается еще шесть вот ты правда получается должно быть 18 у нас только 12 и помнишь мы тогда с тобой были когда в этом новокузнецкий там тоже вот это там 7 и 12 да вот эти зодиак нарисован а 18 вот получается что 18 ты нашел только вот здесь в этом храме который в туапсе а мы до этого на 18 нигде не выходили нигде получается у нас еще одна шестерка отвалилась да да получается что так либо отвалилась либо ее отвалили намеренно ну в общем это надо еще смотреть это надо еще разбираться тут пока вопросов больше чем ответов вот хотя конечно по сравнению с тем что было даже вот ну там два года назад мы конечно уже ну я вижу что я уже всем по-другому все это воспринимаю понимаю то есть многие вещи стали понятны его ну как бы для меня лично я даже вот смотрю народ там ходит по храмам или ездит по египтам и они ходят я понимаю чего не видят вот я вижу что им не хватает информации как бы основ не хватает чтобы понять чужие они видят и вот по поводу этих каменных всех изделий по поводу чего где в храме у них находится понимаешь они не могут понять потому что им не хватает базовых каких-то вещей базовых знаний то что вот мы вот сейчас насобирали уже потому что они исходят из той модели которую им внедрили ложные представления в окружающем мире понимаешь об этой всей истории и они не у них поэтому ничего не собирается они не могут эти кусочки мозаики слышишь они понимают что надо сказать и пытаются сложить ту модель которую им внедрили она туда не вкладывается понимаешь и по исторической хронологии но туда не может никак они пытаются впихнуть эти то что вот факты они нашли них пытаются впихнуть в ту модель который их учили в школе они и они не могут себе представить насколько искажена реальность принципе не мог ну как я себе не мог может быть там три-четыре года назад представить это же шел от классической всей модели и от всей хронологии потом я стал понимать что нет тут настолько все искажено что невозможно туда впихнуть но если как говорят мурманске военные подводники если мы этот новый год переживем значит мы будем жить но у меня сейчас я почему улыбаюсь ох интересное будет лето ой интересное будет лето я так уже еще у нас все зима не кончилось еще лето пусть зима будет интересно но я сам собираюсь сейчас поехать у меня же билет на 21 декабря вот я у меня был на 25 ноября потом я его снова переделал переделал на 21 ну как бы не сгораемые деньги в билете не истратишь после того как я на горе брата песню спел а я ее еще не выложил выложу это вот эти русские матушка я четко понял что первый этап закончен и мне прям захотелось домой съездить до прямо туда на пару месяцев просто расскажу что случилось здесь помнишь тот камень который маленький камушек который я назвал сердце дракона но который мой аберрект талисман маленький грани гранитный камушек 2017 года с первого на моего первого похода на куэлюм и я короче в топсе когда вот уже после абраудерсо после краснодара всех сюда приехал я понимаю что мне надо его почистить а мне еще и одноклассник мой мишка говорит ну ты его водой очисти а вон же море рядом ну и чё в абраудерсо я забыл сюда приехал прихожу на центральный пляж туапсе а этот камень у меня всегда сам со мной и вдруг вспоминаю я так выбрал место между двух больших камней чтобы его не смыло никуда его не где и положил его туда и смотрю и волны набегают набегают большие маленькие но как прибой идет морской да там 5 6 волна большая и раз и камень исчез он просто исчез и я понял что этот дар море приняло и я понял что этот камень на себе не нес какую-то информацию с куэлюма и он должен был оказаться здесь в морской среде ну я если честно и сердце отдала не сразу хотя тут же слушай олег а вот это недостающая шестерка это не вот эта цивилизация моря которая не втуда держит я не они ли еще не не вернулись как бы не 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 вошли обратно не могут это быть вот эта ветка большая вероятность потому что сейчас сейчас аж мурашки идут у меня по всему телу аж по ногам потому что вспоминай мы с тобой сходили на кулю мы пообщая вот на алтай съездили мы пообщались солнечными вот этими вот это грубо говоря солнце свет верхней часть потом ты ходил на курган где сатурна лежат ребята у себя там в томске вторая ветка которые тоже вот ты греша не насторожен они солнечных не дают не дать получается 2 век да и тоже вроде как они начали договариваться пошел к это взаимодействие ну и сейчас получается приехал на море вот у тебя третья ветка большая вероятность да что их теперь нужно на контакт вытаскивать а этим летом на контакт пытался выйти игорь начала вот этот локи вот он который кольский исследует мы с ним переписывались и там по результатам но он еще не все видео смонтировал и выложил но он тоже что-то не не то рассказывает потому что скорее всего он тоже сам до конца еще не осознал но контакт был вернее контакт состоялся а подводникам с ними с подводниками сейчас квакеры макеры в сети они же четко понимают что если высокоразвитая цивилизация вот все подводники они просто это не рассказывают не афишируют но между собой они все это понимают да ну возможно что вот это есть третья недостающая часть сейчас вот то что ты рассказал вот я сижу и думаю что наверное это вот это вот еще шестерка в третье вот и она получается как раз недостающие третья стихия по сути ну да ну камень понимаешь камень как его его ну давай так если мы берем без мистики его возможно смело смело волной делать здесь вопрос не том что как это физически произошло тут же важно сам ну следующий слой который на этом что ты принес информационный как бы объект и отдал причем ты не то что ты его кинул в море ты его положил заберет не заберет примет примет я положил-то его почистить как-то да все глубины же я не понимал а она имеющий что-то принес и не я не понимаю здесь важен символизм как бы который поверх идет не то что физически там как это произошло до что чисто информационная составляющая что да ты принес как бы предложение него приняли перри они его будут рассматривать потом пойдет обратной какой-то процесс но это мы сейчас с тобой расшифровали да вот прикается да вот сейчас пошла расшифровка что произошло а первое мое ощущение было пошел как будто просто ради материализовался просто растворился просто был и его не стало ну я отдал и отдал и потом меня догнал я полчаса стоял я искал его глазами я пытался пройти найти его и понимал уже что это да что море приняло что нужно было это сделать уже все понимал понимал и глубин минут через 30 только отпустила и я и я отпустил и поле открылось и я пошел такой и я четко понимаю что произошло событие вот для этого я в туапсе здесь и есть ну так же как вот мы с тобой не хотели а пришли на этот курган там вы возле томска спонтанно получилось да вот только единственное я сейчас что заметил вот это наше интуитивное понимание оно уплотняется раньше мы осознавали это позже а сейчас мы уже как бы можем видеть это в моменте прямо прямо как будто бы следующим шагом это что говорит что мы но условно говоря мы становимся чище сердцем да ну в общих чертах ну как объяснить да а если со стороны метафизики то пробуждаются наши какие-то врожденные способности или они как бы тренируются постепенно или тренируются развиваются развивают да вот сейчас уже вот сейчас есть четкое понимание можно завершить на второй кусок ну все значит всем до свидания всем пока до следующих встреч давай я запись устанавливаю